Война за освобождение России Слава России! Война за освобождение России Слава России Слава России Слава России Слава России РФ Людей нету, да? Катапультировать Даже этих нету Сидений катапультировать Дай нога Ай, ёб твою мать! Заживо, да! Человек заживо! Ёб твою мать! Это триумф русского оружия Это триумф русской армии Это возрождение России Перепуганный фанерный маршал С растерянным лицом Награждает пацанов Которые выбрались Из мясорубки Посмотрите на эти перепуганные лица Помните документальные съемки Окруженный Берлин Мая 1945 года Помните выражение лица У ближайших подвижников Вадольфа Гитлера По-моему, история повторяется Указан будет президент российской рации Генерал-полковник Гарри Мыкин Так переволновался Что с перепугу сказал Указан президент российской рации Послушайте Указан будет президент российской рации Указан будет президент российской рации Указан будет президент российской рации За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью за отвагу. Прапорщик Мункуев Арсалан Александрович. Два апельсина, помытых тут и там, по одному зеленому яблоку. Стакан воды, ровно наполовину полный. Ничуть не показуха, ни разу не палевно, да. А где отеческий взгляд? Где радость за пацанов, которые живыми вырвались? Посмотрите внимательно. Ребята смотрят на Шойгу, как на предателя. Младший сержант Ведельский Игорь Александрович. Служу России. Все верно. Только служишь ты не России, а Путину. России эта война не нужна. Граждане Российской Федерации не хотят нищеты изоляции. Молодцы. Молодцы. Выздоравливаете? Ждем вас. Выздравим. Не сомневаюсь. Врачи хорошие. Отличные врачи. Так что сделают все, чтобы ходили своими ногами и служили как положено. Как и было до этого. Молодцы ребята. Спасибо. Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу. Что, спасибо и все? Пацаны на старых танках под джавелины лезли. Просроченные сухпайки ели. А ты им даже ипотеки не спишешь? Здравствуйте. Прочмись. Ну, держите в руку, глади и тантра. Стоящий мистер Гонкова или танков рост, потому что с ней остался. Сергей Шойгу. А что ж ты скромничаешь? Тебя ж тоже отдельным указом наградили. Правда, не российским. Украинским. Благодарственное письмо министру обороны. Выражаем благодарность Сергею Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств. Настойчивое стремление чиновников Минобороны и Вооруженных сил присвоить себе средства российских налогоплательщиков, которые должны были пойти на нужды армии, существенно облегчают защиту демократической Украины. Сергей Шойгу. Это фейк или не фейк? Можешь это как-то прокомментировать? О, опять что за хуйня? Так лучше. А, я понял, откуда этот знак все это объясняет. Символичная буква «З» и российский триколор. Сегодня студенты творческих учебных заведений при Байкале провели флешмоб в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Прежде всего мы хотим поддержать сегодня страну, родину, несмотря на погодные условия и все, что происходит. Мы все равно за Россию. Мы за мир во всем мире. Мне искренне жаль людей, которые делают наклейки на своих машинах с буквой «З», которые на своей одежде делают принты с буквой «З», которые рисуют на домах и дорогах эту букву. Это те же долб... ...то в свое время клеили на машины наклейки с надписью «41-й, 45-й» можем повторить, на Берлин, «Не будите русского медведя» и прочую ахинею. Мне жаль этих долб... потому что у них в голове уже даже не кисель, а кипящие гов... Я понимаю, что половина из них проплачены и эти люди могут за рубль в церкви пернуть, ребенка за пирожок ударить. С них спрос мал. Мне жаль тех, кто делает это искренне и осознанно. Представляете, каково им каждый день просыпаться и быть долб... Я вам сочувствую. «З» значит «долб...» По буквам не подходит, но по смыслу точно. «Мы все равно за Россию». «Мы за мир во всем мире». «Слава России! Слава России! Слава России!» Слава России! Продолжение следует...